За сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском, там 34 атаки на Бахмутском, 27 атак в этих направлениях. И в течение суток враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов. Совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов. Вследствие этих террористических атак, уже традиционно, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры. Ну а сейчас, Катерина, предлагаю уже конкретно по направлениям рассказать нашим зрителям, что же происходит на участках боевых действий. Да, и, наверное, начнем с Северского. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающее направление. На Купенском направлении наши войны отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка, Харьковской области, а также Андреевка, Стельмаховка, Луганской области. На Лиманском направлении отражено 7 атак, которые противник осуществлял в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов-Торского в Донецкой области. Теперь многострадальное Бахмутское направление. Тут наши войны отбили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, а также Клещеевка и Андреевка. Это Донецкая область. На Авдеевском направлении наши защитники отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельская, Новоалександровка, Сокол, Новопокровская, Уманская, Нитайлова и Западнее Семеновки. Новопавловское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз тщетно пытался прорвать оборону наших войск. Перенесемся на Ореховское направление. Там противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского. Это Донецкая область и Работино. Это Запорожье. Далее Херсонское направление фронта. Тут враг не отказывается от намерений выбить наши подразделения с Плацдарновов на левобережье Днепра. Так за прошедшие сутки враг совершил 11 атак и они были безуспешными.